Здравствуйте! Вы смотрите MarketWatch в студии Роман Шевченко. В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы. Австралийский доллар укрепляется по всему рынку, достигая ключевых максимумов. Отчет по безработице в США и Канаде, а также встреча ОПЕК+, и рост цен на них. На протяжении всей недели мы наблюдаем общее укрепление австралийского доллара, что указывает на явное увеличение интереса к риску. Причин для оптимизма достаточно, хотя значительное количество экономистов предупреждает о высоком риске долгосрочного восстановления мировой экономики. Главным драйвером для покупателей австралийского доллара и других рисковых активов остается тот факт, что большинство стран мира уже ослабили карантинные ограничения. Обращу ваше внимание на валютную пару австралийский доллар-доллар США, которая вплотную приблизилась к технически очень сильной области сопротивления 0.7020-0.7070. Не исключаю, что уже в ближайшее время мы увидим достаточно глубокую коррекцию, в том числе и на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Также обращаю ваше внимание на общее ослабление японской иены, что указывает на снижение интереса к защитным активам. Таким образом, валютная пара австралийский доллар-японская иена демонстрирует невероятно сильный рост за последние несколько торговых дней. Напомню, что эта пара является барометром, отображающим общий интерес к риску. Смещаясь на американскую торговую сессию, напомню о предстоящей публикации отчета по изменению уровня безработицы в США и Канаде. Экономисты прогнозируют рост безработицы в США до 19,5%. Данный уровень безработицы укажет на то, что практически каждый работоспособный американец остался без работы. Это антирекорд для США. И, как следствие, крайне негативный сценарий для доллара США. Также и канадский доллар сегодня может оказаться под давлением продавцов в случае релиза разочаровывающего отчета по безработице в Канаде. Хотя рост цен на нефть будет компенсировать давление на канадский доллар. Напомню, что предварительная дата встречи ОПЕК+, запланирована уже на 6 июня. Что, конечно же, оказало поддержку нефтяным котировкам. Американская нефть WTI удерживается под уровнем сопротивления в 38 долларов за бочку. Но предпосылки к дальнейшему росту все еще есть. А завершим сегодняшний обзор анализом сделки на покупку валютной пары австралийский доллар-доллар США объемом в один лот от уровня 0.6775. Ордер Stop Loss был выставлен у отметки 0.6745. А ордер Take Profit на 10 пунктов ниже уровня сопротивления 0.720. Прибыль по этой сделке составила 2240 долларов. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Редактор субтитров А.Семкин